Друзья, привет! Всем привет! Меня зовут Катя Лисич, я художник, и сегодня с вами поговорим о том, как рисовать правильно, можно ли рисовать каждый день, и раскроем эту тему на примере моего небольшого квеста, который я себе устроила, найдя блокнот свой старый, небольшой формата А5, и решила, что почему он у меня лежит без дела, надо его заполнить картинками, и пошло-поехало. В связи с работой, с заказами я давно не работала для себя, знаете, так от души порисовать, это очень важный момент, потому что нужно разделять коммерческую практику и свою действительно свободную для творчества, для развития. И сразу скажу, что у меня нет такой истории, вот рисовать каждый день, есть такие челленджи, даже очень популярный тег в соцсетях, но я считаю эту практику не совсем правильной, если вы должны каждый день рисовать, вот хоть что-то рисовать, всегда практика должна быть целенаправленной. Да, можно просто сесть кайфовать, но если ты себя заставляешь каждый день рисовать, и у тебя вроде это в кайф, то здесь может настать момент выгорания, какого-то даже отвращения к процессу, потому что у всего должна быть цель. И с моим блокнотом тоже стояла определенная цель, чуть-чуть опять влиться в свободное свое рисование, попрактиковаться, изучить мою любимую тушь, точнее чернила, распадающиеся от бренда Малевич, я их обожаю, но я хотела определиться с цветами, какие мне больше нравятся, какие мне отзываются, потому что, опять же, поиск своего стиля, своей какой-то цветовой палитры, даже в определенный период, он должен происходить, если, так сказать, вы там не знаете, как-то в замешательстве. Вот я решила, что из всего разнообразия мне хочется выделить именно мои цвета, и практика мне поможет, где я все баночки, которые у меня есть, успею поиспользовать. И, собственно, это я тоже сделала. В чем заключался мой квест? Я взяла блокнот и хотела его изрисовать максимально быстро, только чернилами распадающимися и кисточкой, пером, возможно, что-то еще в процессе добавлю. То есть, когда я устраиваю себе такие квесты, я никогда не ограничиваю себя очень серьезно, потому что всегда должен оставаться простор для творчества, но нужно понимать, где ты можешь расшириться, а где все-таки рамки есть, потому что именно рамки, именно какие-то ограничения позволяют нам развивать свой креатив. На примере моего вот этого квеста я взяла блокнот, то есть там было около 50 листов. Я взяла материал, который, в принципе, мне знаком, но хотелось поиграться чуть с цветовой палитрой. И также я взяла фотореференсы из моего проекта онлайн скетч, ссылочку на него оставлю, она всегда, по-моему, есть в описании. И я хотела взять всего 3-4 фотореференса, чтобы их и раскрыть. И вот здесь как раз начинается самое интересное, когда у вас есть целый блокнот, 50 листов, но у вас только один сюжет, одна картинка, и как же здесь быть, откуда, так сказать, брать креатив. А в этом-то все и заключается, потому что мы, когда ставим себе какую-то задачу, какой-то квест, например, нарисовать 10 желтых предметов, которые вы видите, или нарисовать 10 цветков, или 20, или 100. Всегда в подобных квестах наступает переломный момент, когда ты сначала вливаешься, все классно, тебе все нравится, и потом ты понимаешь, что ты вроде все уже нарисовал, но квест еще не закончен, нужно двигаться дальше. И вот он, этот переломный момент, когда порой хочется бросить, когда тебе кажется, что ты уже все из этого выжил. Нет, вот именно тут и начинается все самое интересное. Именно тут мы включаем свой мозг и работаем как раз на креатив. Мы начинаем искать другие какие-то цветовые сочетания, мы начинаем искать другую композицию, другое кадрирование делать для фотореференса, мы начинаем использовать и другие заливки, где-то больше обобщать, где-то наоборот хочется вдариться в детали. Именно вот эти вот все эксперименты и позволяют нам развиваться и расти. И вот такие именно цели должны стоять у каких-то рисовальных челленджей, которые вы себе устраиваете. Обязательно ставим сроки. Рисовать каждый день должна быть оговорчика. Месяц я рисую или еще сколько-то. Но не обязательно измеряться и каким-то временным интервалом. Например, в моем случае я себе ставила цель изрисовать весь блокнот. Я знала, что я за один раз не смогу его разрисовать. И почему-то в этот раз у меня очень медленно шел процесс. Я не могу пока объяснить, почему. Но обычно я работаю намного быстрее. А здесь как-то вот так вот. Либо я просто расслабилась, либо я давно не рисовала и тоже погрузилась вот в эти все кайфушечки. Но это все неважно. Главное, что у меня стояла цель изрисовать весь блокнот. Забегая вперед, немножко спойлера. Я оставила листочков, по-моему, 8 или 9. Но все равно я считаю свой квест законченным. Потому что я действительно выжила. Все перешагнула вот эти вот все этапы, переломные моменты в подобных челленджах. И выдала что-то новое. Немножко из истории. У меня, наверное, самый первый мой челлендж с такой тоже переломной вот этой темой, когда я ее прочувствовала, был Fashion Girls Fashion. Я делала по одной фэшн-иллюстрации каждый день в течение года. Делала такие малюськи и еще там подписывала. То есть я и леттеринг типа тренировала, и брала какие-то сюжеты. И это так потрясающе было, когда я в течение года наблюдала за всем процессом, когда я вроде все нарисовала, мне захотелось чего-то нового. Я попробовала новые материалы, я совместила диджитал и традиционную иллюстрацию. Это было мега круто, это принесло мне вообще такую пользу. Именно поэтому я очень хорошо отношусь вот к таким проектам, когда есть определенная цель, определенная тема и конкретный временной интервал. И с этим проектом, кстати, ко мне и приходили заказы. И в Maybelline даже делали репосты моих картиночек. Там были две их помады гигиенические, такие одни из самых топовых. Что еще раз доказывает, что любая активность, которую вы еще и делитесь в соцсетях, не будет для вас лишней. Что касается материала, я очень довольна, что вписалась в эту историю, потому что я лучше поняла, какой мне нравится цвет. Это еще всегда легко понять по тому, какой быстрее заканчивается. И я обожаю пирамиды. И это такие желтенькие, такой землянистый, такой натуральный, очень сложный цвет. Вроде он и простой, но для меня он очень глубокий. И он классно замешивается с другими всеми оттенками, которые есть в палитре Малевич. И в очередной раз я убедилась, что люблю что-то более теплое, такое приглушенное. И вот именно намешивая, прям получается красота. Но сам цвет как раз добавляет яркости какого-то оттенка, который я как раз и хочу видеть иногда в своих работах. Короче, квест удался, потому что цель стояла определенная, и все сложилось. И у таких квестов всегда есть побочки. Во-первых, это, конечно же, контент для соцсетей. И, как вы знаете, любому творческому человеку, который хочет монетизировать свое творчество, обязательно нужно его показывать. И подобные практики делают вас лучше, помогают вам вырисовываться, набивать руку. Так еще и по-любому создаст повод, чтобы поделиться об этом. Тем более, если это был какой-либо квест, как сейчас я, например, делюсь с вами им, так же и у вас может быть. Конечно же, самый главный побочный продукт такого челленджа – это сами работы. Естественно, я буду еще пересматривать всю свою вот эту вот стопку работ. Какое хорошее. Какие-то я понимаю, что прям вообще топ, они мне очень нравятся. Есть работы, которые я и в процессе уже переделала, они мне не понравились. Естественно, это нормальная практика, что не все получается. И как раз в таких квестах очень классно принимать эту историю. И когда ты знаешь, что ты сделаешь там 50 картинок, ты внутренне себе позволяешь в паре штук ошибиться. Всегда должен, так сказать, идти естественный отбор. Что-то получилось, а что-то нет. Вы все помните, что каждый художник должен нарисовать за свою жизнь тонну говна, чтобы нарисовать свои шедевры. Ну, вот эти вот штуки, которые я пыталась как-то, видо, изменить своими экспериментами, они тоже очень-очень полезны. То есть, если у вас какая-то картинка не удалась, ну, по крайней мере, я в своих таких квестах, никогда ее не выбрасываю сразу. Ну, есть исключения, когда я понимаю, что прям вот что-то вообще лажа-лажа получилось. Я никогда ее не выбрасываю, потому что буду думать, как можно ее переделать. То есть, я тут, знаете, выступаю защитник деревьев, мне жалко бумагу. И также такие упражнения помогают развивать креативность, понять, как это все исправить. Тоже стоит труда, но это очень сильно вас прокачивает. Поэтому неудачные картинки или те, которые, ну, не совсем вам нравятся, отложите их и потом подумайте, как можно это исправить. Иногда идеи приходят сразу. Собственно, я их там вырезала, например, наклеила на цветной лист. Это очень-очень хорошо получилось. Например, вот с этой вот вышла неудача. Я решила поэкспериментировать и размазала еще всю тушь, все чернила кисточкой. И они себя повели не так, как я ожидала. Я люблю эту непредсказуемость в чернилах, но не всегда. И у меня все размазалось. И я решила, что так, надо это все собрать. Вырезала, и вот такая вот работа получилась, которая очень мне нравится. Но в остальных вариантах я пока еще не нашла, что мне исправить. Есть еще пара там страничек, которые я хочу подкорректировать. Но это будет попозже, потому что тоже от всего нужно отдыхать. И квест мой, по сути-то, закончен, работы есть. И, собственно, сами работы, они вышли классные. Большинство, я даже не ожидала, что выйдет такая большая часть реально крутых работ. Они у меня все пойдут под скан, какие-то будут оформлены, потому что они действительно очень клевые. И здесь у тебя получилась и серия, которую тоже можно продавать, которую можно отсканировать, напечатать на большом формате, чем я и хочу тоже заняться. Потому что именно такие работы мои безумно круто смотрятся в интерьере на больших полотнах. Как раз вот недавно уточняла печать. И буду этим заниматься в ближайшем будущем. Так что вроде как бы мы развиваемся, рисуем для себя. Но у нас шикарный побочный продукт в виде новых картинок. В итоге я очень довольна тем, что решила себе устроить такой квест. Во-первых, я избавилась от очередного блокнота, который лежал и раздражал меня. Да-да, меня это напрягает. Пустые блокноты, которые бездействуют, как и любой материал, который лежит. Я предпочитаю, чтобы все работало. И очень рада, что он стал таким вдохновителем, мотиватором создать такую серию, создать такое видео, поговорить с вами еще раз про то, как важно работать каким-то проектом, какими-то сериями. Потому что это все позволяет понять лучше, кто вы как художник. Позволяет развиваться, развивать креатив свой. Помните, да, про момент с вот этим вот этапом выхода на новый уровень, на какие-то новые идеи. Это все очень полезно. Именно сегодня, мне кажется, художник современный просто обязан иметь в своем арсенале умение находить креативные новые решения, когда вы ограничены в чем-либо. И когда мы искусственно себе ставим такие рамки, мы очень круто развиваемся. И в дальнейшем эти все навыки будут тоже на нас работать, когда мы создаем какие-то новые полотна, уже без даже каких-либо ограничений, но мы уже себе позволяем экспериментировать. И опять же, когда у нас есть такое большое количество времени, возможностей, мы позволяем себе и ошибаться, потому что знаем, что тут нужно брать количество. Мы это делаем и становимся с каждым рисунком лучше. И именно неудачные работы лучше всего двигают нас вперед, потому что, когда мы получаем неудачную работу, чаще всего тут стоят какие-то эксперименты, какая-то смелость. А именно это и нужно для того, чтобы получить классную работу. И на этом все. Спасибо большое, что посмотрели. Буду очень рада, если вы поделитесь этим видео и поделитесь своим мнением, как вам процесс, как вам картинки. Устраиваете ли вы себе подобные квесты или, может быть, сейчас как раз родилась идея. Будет очень интересно узнать. И, возможно, если нужна моя помощь, могу помочь докрутить креатив этой идеи. Почему бы и нет. Потому что темы, которые мы выбираем, они тоже могут отражать нас как художника. Позволять нам лучше проявляться и становиться более... Еще раз спасибо, что посмотрели, что поставили лайк. Жду всех в комментариях и пойду любоваться своими картинками. До новых встреч, до новых видео. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok